После того, когда вы наработали определенный опыт в столбах, тибао, чинбао, сколько это может быть, на эти вопросы нет обязательного конкретного ответа, это индивидуальный опыт. Ну, тем не менее, если вы будете ежедневно в течение двух недель исследовать тибао, чинбао, у вас появится какой-то опыт. Утром немножко, вечером немножко, желательно не прервать этот процесс. Через две недели, через месяц, может больше, нет строгих таких ограничений по времени, поскольку скорость усваивания у всех разная. И мы никуда не торопимся, вы можете исследовать еще одно положение стоп и, соответственно, столбы в этом положении. Первое положение, в котором мы с вами занимались, это положение пин-бу, называется бу-шаг, пин-горизонтальная. И есть положение стоп-динбабу. По ширине она соответствует вот этой позиции. Ширина плеч, я разворачиваюсь и получаю позицию динбабу. Если фронтально показать, как выстраиваться, это вот ширина стопы и еще чуть-чуть пол стопы примерно. То есть неправильно будет, когда у меня на линии одной пересекаются ноги. Не надо далеко ставить ноги. Вот я повернулся и позиция динбабу. На что обратить внимание? Здесь у нас уже вес тела изменен. Здесь вес тела больше на сзади стоящей ноге, примерно 70% или 60% и 30% или 40% соответственно на передней ноге. Я немного подсаживаюсь, тоже вот как мы здесь садились на куа, садились на бедра, раз и сели, и мышцы можно расслабить. Вот просто стою, а вот я сел на бедра. Точно так же вы должны научиться садиться на бедра в этом положении. Вот так это будет выглядеть. Просто стою, сел на бедра. Это будет сопровождаться небольшим сгибом сзади стоящей ноги, колено передней ноги почти прямое, чуть-чуть согнуто, чуть-чуть. И мне нужно довернуться фронтально вот до положения, чтобы моя центральная линия нос и по солнечному лесене линия идет-идет и проходит по внутренней линии передней стопы. То есть практически фронтальное положение. В этом положении я могу исследовать те столбы, которые уже знаю. Это в первую очередь вот столб Чинбао. Здесь этот столб будет называться Хуниуанжуан. Обратите внимание, что впереди стоящая рука, соответствующая впереди стоящей ноге, она будет чуть-чуть выше, ну примерно на полладони. Я обхватываю уже не шар. Можно сохранить и шар, но здесь более уместно обхватить дерево. Вы прижимаетесь грудью, животом, руками и точно так же обхватываете его всем телом. Как здесь я обхватывал шар всем телом, так и здесь. Прижимаетесь к нему и потихонечку пробуйте раскачать назад-вперед. Если в столбах позиции Пинбу, их условно называют оздоровительным, у нас ритм нашей практики усилия примерно соответствует вот такому времени, назад-вперед, я озвучу наружу, внутрь, вверх-вниз, то здесь более короткие движения. Они будут укорачиваться с опытом больше-больше. Ну, на первом этапе можно примерно так их озвучить. Назад-вперед, назад-вперед. Я сейчас делаю заметные движения, чтобы их было видно. И начинающим тоже можно делать заметно, чтобы вы получили отчетливые ощущения, а дальше вы их уменьшаете. Я пытаюсь раскачать дерево. Оно не подается, оно большое. И я большое, но я пробую проявлять это усилие. В связи с тем, что дерево не двигается, мои движения не проявлены. Ну, чуть-чуть вроде что-то есть. Это принципы, когда вы проходите, смотрит, человек стоит, присмотрелись, нет, что-то какие-то там есть микро-шевеления. По тому же принципу, когда мы делали движения назад, мы пробуем раскрыть дерево, как бы его все-то расширить. Назад-наружи, вперед-внутрь. Наружи-внутрь. Эти усилия будут сопровождаться небольшим раскрытием бедер. И точно так же, как мы в столбах назад делали подбивающие силы, я пробую выдернуть дерево и опустить. Выдернуть. Когда я опускаю, я сам не приседаю, а мое тело вперед-вверх идет. Как будто я прыгнуть хочу. Вверх-вниз. Вверх-вниз. По делу немножко поменяли ногу. Я даю самое начальное описание. Опять прижались. Обхватили и попробовали. Назад-вперед. Пятка перед ноги пустая. Там живая работа. Распробовал назад-вперед. Наружи-внутрь. Вверх-вниз. И вот на этом этапе, кроме мыслеобраза обхватывания дерева, мы можем более уже целенаправленно проработать три основные пружинки в этом положении. Динбабу. Это пружинка, которая прикрепляется к позиции, к точке хуан-цяу или тазобедренную ставку, если проще сказать. Колено. Это вот это усилие открытия-закрытия диагональное. Уже не вот в таком положении наружу-внутрь, а по диагонали. В нем есть акценты. Можно вперед-назад, можно вверх-вниз, можно наружу-внутрь. Тазобедренную ставку, носок, точно так же прослушиваем. И голова, носок. Вот эти три базовые пружинки, можно их в этом столбе поотрабатывать. Встали и начинаете. Между коленом тазобедренным попробовал. Вверх-вниз эту же пружинку. Внаружи-внутрь попробовал. Назад-вперед. Здесь вот, когда вы с носком соединяете, здесь чуть-чуть пяточка заиграет, если вы правильное усилие сделаете. Маленькое движение. И связанная с головой наша главная пружинка постоянно, она должна быть здесь, как в любом положении, связана. Вот это натяжение вы должны прослушать. С одной стороны поделали, поменяли, и с другой стороны назад-вперед, наружу-внутрь, вверх-вниз. Методически вы используете принцип опять. Сделали подход, отдохнули. Сделали подход, отдохнули. Точно так же, как и с шили, который я давал. Чередуйте отдых с движением. Итак, можно на втором этапе два столба выделить. У вас есть опыт обхватывающего столба, есть опыт фуан немножко, мы уже зацепили. Точно так же, в этом столбе я могу обхватывать и надавливать. Соответственно, это положение мне пригодится для шили. Как будет выглядеть большую шили в положении стоп динбабу? Я так же выстраиваю тело, запомнил, и располагаю руки уже в знакомом нам положении. Начинаю смещать весь тело на переднюю стопу. Вот на какое расстояние должен сместиться? Обратите внимание, есть небольшой наклон тела. Если я почувствую, что проваливаюсь, увлекусь, сделаю дальше, меня потянут за руки, я почувствую, что я нарушу пределы, моя сила развалится. То есть, я должен почувствовать, где мои пределы. Это легко проверяет с партнером, который вас придерживает, тянет, тестирование так называемое. Точно так же назад я могу сделать такое широкое движение, раскрытое. Но вы видите, что если взять за плечо, я не смогу вернуться без большого напряжения мышц, изолированного. И я развалюсь в области поясницы. Поэтому даже когда я отхожу назад, у меня чуть-чуть есть направление тела вперед. Как будто я хочу прыгнуть. Это то положение, которое мы уже культивировали в столбах. Мы стоим не строго прямо, а в таком. И вот здесь вот наш стол, видите, пригодилось положение. Усилие вверх-вниз, оно связано с еще большим движением, проработкой вот этих пружинок. Точно так же я должен синхронизировать перенос веса тела. Здесь подчеркнуть усилие вверх-вниз. Когда я делаю движение вперед, пятка перед ноги немножко опускается, назад приподнимается, соответственно. В одну сторону, в другую поделали. Не разворачивайте, не разворачивайте чрезмерно плечи. Этот градус никак не может быть больше 45 градусов, лучше меньше. Небольшой разворот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»